Всем привет, с вами Родион Гор. Привет, друзья. Сейчас мы будем общаться с Родионом Гором. Человек известный в интернете, тренер, профессионал своего дела. Вот он приехал тут, в Америку, как турист и немножко поделится впечатлениями. Родион, ты первый раз, да, в США? Да, я первый раз в США, первый раз в Нью-Йорке. Вообще, мне город очень понравился. Страна возможностей, город возможностей. Но все аккуратно нужно делать, никакие законы не нарушать. Хорошо, правильно. Ну а как вообще первые впечатления, что увидел, что понравилось? Значит, мне друзья встретили здесь. Одному, я так думаю, что одному. Это очень тяжело, очень тяжело в этой стране. Так как ничего не знаешь, везде нужно кучу денег платить. Такси, бешеные деньги, если сравнивать с российскими. То есть это очень дорого такси. Там, с Манхэттена в Бруклин проехать полчаса ночью. Это стоит там 50 долларов, не считая тип чаевых, да. Многие вещи, много... Друзья повозили вместо такси. Ты их проэксплуатировал. Друзья, спасибо друзьям, что они встретили меня, что они показывают мне действительно, как это. То есть я смотрю здесь не как турист. То есть понятно, как турист можно стать, то есть свободой, на Бруклинский мост возили, вот посмотреть, да, это все красиво. Но если смотреть с точки зрения человека, который здесь живет, то есть который там собирается открывать здесь школу, я хочу открыть здесь школу, также будет у меня школа и в Москве, тайского бокса, и также опять же здесь мы будем возить бойцов как в Москву, так и из Москвы, сюда, в Нью-Йорк, хочу промоушен им сделать, то есть выставлять своих бойцов на большие соревнования за хороший кэш, за хорошие деньги. Но популярный здесь тайский бокс? Да, тайский бокс, да, здесь очень популярный тайский бокс, Mixed Fight MMA, то есть здесь UFC промоушен идет. Соответственно, у меня есть несколько топовых бойцов, которые выступают также на Fight 90, у которых хороший рекорд, которые, там, в одного шесть боев все выиграл, в одного там четыре боя, но также можно много бойцов сюда привезти, которые будут также раскачивать мой клуб, Горти. Но ты вот посетил здесь, наверное, школы, посмотрел, как примерно все так же, как в Москве, или немножко другая там тактика, обучение, там, система. А здесь все налажено, настроено на, скажешь, всем интересные деньги, неважно, то есть профессиональный ты боясь, непрофессиональный, то есть им важно, пришел человек, надо ему сказать, что он хороший, платить денежки, тренировать мы тебе будем медленно, но уверенно, будешь нести нам долго деньги. То есть здесь люди не заинтересованы в том, чтобы клиент быстро вырос, то есть и стал там бойцом, и ушел потом от них. Здесь все настроено на бизнес, все настроено на то, чтобы люди долго к ним ходили и приносили долго деньги. Они им чуть-чуть будут там что-то показывать, аккуратно, все потихонечку, то есть здесь, ну, ты знаешь, что в Америке очень сложно, если не и дай бог, с человеком что-то случится, он потом будет судиться, и эта компания даст много денег, отдаст. Поэтому, то есть все аккуратно. А другое подразделение, это бойцы. Они отдельно тренируются, они отдельно выступают, и эти бойцы, соответственно, приносят деньги уже боями своими. То есть это другая совершенно категория людей. То есть есть такие, как бы, любители, да, это уже более профессионалы, которые зарабатывают. Да, ну, мне это знакомо, потому что по-любому в Москве там процентов 95 приходят людей, это те, которые офисники, которые хотят поднять свою жопу со стула, от компьютера оторваться и начать чем-то заниматься. Потому что если человек сидит, работает долгое время там в офисе, он и толстый становится, и, ну, в общем, и ничего ему не охота. Ну, а здесь получается, наверное, то же самое? Да, same situation, но нужно, и все, и еще более аккуратно все к этому подход. То есть владельцы клубов, с которыми я общался, они хотят, чтобы все прошло наиболее аккуратно, наиболее цельки. Понятно. То есть ты целиком погрузился уже в работу, ну, не в плане, что ты работаешь, а изучение будущего бизнеса, который, который может быть, не отдыхал еще особо, да, здесь? Ну, нет, нет. Понятно. Занимаюсь тем, чем нужно, а чем не нужно. Изучаешь, изучаешь спрос. Да, как я уже сказал, я хочу открыть школу свою, чтобы возить своих бойцов туда-сюда, и, соответственно, горпро, маленькая реклама, горпро, гортим. Тут ты мне сказал, что... Ссылку в описании оставишь? Хорошо, я поставлю обязательно. А что ты даже на улице поймал какого-то известного блогера, да? Который подписчал. Да, да, блогер, у которого 3 миллиона 600 тысяч подписчиков, 800 миллионов просмотров у него. Зовут его. Сейчас скажу, как его зовут. Так, я же сфотографировал, я тоже уже забыл. Сейчас скажу тоже. Вот, он хочет заниматься у меня. Он занимался раньше тайским боксом. Вот, сейчас хочет он, чтобы я его тоже тренировал. Значит, Кейси Найстад. Он на ютубе-чанел у него даже есть. Вот, он такой знаменитый. То есть, если он тебе придет, так у тебя реклама обеспечена твоего бизнеса на долгие годы. Он взял мой телефон, вот мы хотим как бы пообщаться, я, соответственно, только рад. Ну, это вот, видите, это говорит о том, что страна возможностей и какого-то случая, случайного, который мало ли что, да? Может так произойти, что он действительно придет и сделает тебе такую рекламу, которая сработает. Ну, спасибо большое за сюжет. Спасибо тебе, Юра. Спасибо вам, наши подписчики, зрители. Удачи, пока. Пока.